МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Профсоюз КАМАЗа большой, а насколько спортивный, всех рассудила первая отраслевая спартакиада. КАМАЗа, точнее его литейный завод, принял участие в международной выставке «Литье-2019». В Казань камазовцы привезли свои наиболее сложные, королевские отливки, блоки цилиндров и головки блоков цилиндров различных модификаций. Но одно дело показать готовый товар, другое, как его производят. В заключительный день работы форума участники отправились на экскурсии. Одна из четырех групп побывала в набережных Челнах на литейном заводе. Сразу видно, приехали профессионалы. Инструктаж, экипировка по технике безопасности – все проходит оперативно, без суеты и лишних вопросов. Гостям не терпелось своими глазами увидеть, как же камазовцы производят все самые королевские отливки. Литейщики повели гостей в производство чугунного литья. Пройдя по всему технологическому потоку, экскурсанты испытывали смешанные чувства, изумление и восхищение одновременно. Масштаб паркоборудования и культуропроизводства впечатлили. Увидеть то, что российские компании, оказывается, с теми же самыми вызовами сталкиваются, что и у нас. Особенно, понятно, было интересно обсудить вопросы, связанные с литьем. Я тут слышу то же самое, что я бы рассказывал у себя в Германии. Сандра – специалист молодой, но уже достаточно опытный. Европейская литейная индустрия, конечно же, впечатляет своим разнообразием. Но КАМАЗ – это нечто новое. Работаю, с одной стороны, на саму вот эту ассоциацию механических инженеров, видимый, и на литьевое подразделение всего три года, пока не доводилось видеть такого масштаба, такого крупного оборудования. То есть, для меня это очень интересно, реальная инженерная работа. Среди гостей были и те, кто в России, и в частности, на КАМАЗе не просто с экскурсии, готовы предложить свои услуги, которыми партнеры «Автогиганта» уже пользуются. Завод очень огромный. И как я уже на выставке с некоторым специалистом говорил, уровень людей работает очень высокий. И я слышал, что инвестиция будет, и мне кажется, каждый год лучше и лучше шаг вперёд по заводу КАМАЗ. И очень довольна, что сотрудничает КАМАЗ с нашей страной, с немцами. Кстати, про сам форум. Российская выставка «Литьё» с момента своего появления успела сменить свой статус на международный и расширить географию. На этот раз участниками стали около 600 специалистов в области литейных технологий. Помимо российских компаний, своих представителей направили предприятия Китая, Индии, Бразилии, Белоруссии, Германии, Италии, США, Англии, Турции, Чехии и других стран. И те, кто побывали на КАМАЗе, результатами работы точно остались довольны. Алсу Валеева, Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа. Умы будущего на КАМАЗе. «Автогигант» пригласил в гости школьников-победителей КАМАЗовского конкурса, состоявшегося в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Шесть призеров из Томска побывали в музее предприятия, на заводах компании, а также встретились с представителями «Автогиганта» за торжественным обедом, где, конечно же, поговорили и про победу, и про план на будущее. Приезд победителей масштабного проекта «Уроки настоящего» стал одним из мероприятий большой системной профориентационной работы КАМАЗа. Школьникам представилась возможность побывать на одном из новейших производств – заводе каркасов-кабин. И своими глазами увидеть то, что они только представляли, решая в лагере КАМАЗовские технические задания. Весь интерес и ценность этого проекта в том, что задания придумывались не на листочке, с ручкой какие-то мифические. Задача вполне реальная, и её решения, те, которые были ребятами заработаны, их можно внедрять в дальнейшем на производстве. Организаторы предложили участникам разработать с помощью технологии машинного зрения систему определения деталей для сборки промежуточных валов коробки передач автомобиля КАМАЗ. В течение месяца более 50 команд со всей страны присылали свои ответы. Авторы лучших получили наибольшее количество баллов. Мы смотрели вообще эти шестерёнки, чем они отличаются, как их отличить нечеловеческому глазу и, собственно, уже как написать программу. На торжественном обеде победители обсуждали с представителями «Автогиганта» логику своего решения этой задачи, а также сложности, с которыми они столкнулись в процессе работы. Такой проект помогает расширить границы профориентационной работы и формировать у подрастающего поколения лояльность к КАМАЗу и как к бренду, и как к работодателю. Такие контакты дают возможность свериться, узнать, как это делается в других регионах, поделиться нашим опытом и воспринять опыт других коллег. Екатерина Романова, Любовь Захарова, Дмитрий Кравченко, Вести КАМАЗа. Не секрет, что КАМАЗ – структура большая, неограниченная производственной площадкой в набережных челнах. Дочерние компании, как и сама материнская организация, должны чётко следовать общим принципам корпоративного управления. Чтобы в этих вопросах не было разногласий, в блоке заместителя генерального директора корпоративного директора решили организовать установочную сессию. Среди приглашённых как раз руководители «Дочек». О чём говорили, расскажет Тагир Закиров. Эту встречу назвали установочной сессией. И хотя первым знакомством друг с другом или с предметом её не назовёшь, напутствие корпоративного директора прозвучало весьма убедительно. Мы в прошлом году получили рейтинг системы корпоративного управления. Он у нас достаточно высокий. 7,5 баллов. При среднем рейтинге 6 в стране. Мы одни из лучших. Готовы делиться с вами практиками. Но нам нужна ваша обратная связь. Нам нужно понимать, насколько важно вам работать, чтобы сделать систему ещё лучше. В структуру единого стандарта корпоративного управления входят важнейшие виды отчётности. Это финансы, экономика, инвестиции, комплайенс, регулирование налоговых обязательств, управление собственностью, бухгалтерским отчётом и персоналом. По ним инвесторы и кредиторы оценивают управляемость компании в целом. И если раньше стандарты представляли собой большую библиотеку, то сейчас это чётко структурированный компактный набор рекомендаций, которые должны быть внедрены в каждом обществе, что особо актуально для вновь созданных предприятий. Никакой сложности в работе это не представляет, особенно для вновь созданных предприятий, когда с нуля можно построить достойную, организованную, скоординированную работу, стандартизованную по единым стандартам корпоративного управления. Не являются исключением и дочерние общества с многолетней историей. Их руководителей также пригласили на эту сессию. Иногда полезно повторить даже то, что знаешь, потому что как-то лучше всё усваивается. Ну и эта связь неразрывная, потому что один процесс – это одно действие, все вместе делаем. Важны на таких встречах и подробные разъяснения о правоприменительной практике личной ответственности членов советов-директоров. Это касается сделок, в отношении которых необходимо одобрение советами директоров обществ. Хотелось бы всё равно больше понимать ответственности членов советов-директоров. Больше понимать и больше смотреть прецеденты, которые случаются в судебных инстанциях. Потому что, наверное, есть прецеденты, которые заставляют членов советов-директоров отвечать не только формально, но, знаете, там написано и своим имуществом. И вот бы не хотелось бы попадать в такие ситуации. Через две недели состоится уже стратегическая сессия, на которую приглашены юристы обществ группы КАМАЗ. Сверка часов на всех уровнях корпоративного управления – залог безукоризненной и эффективной работы. Тагир Закиров, Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа. Учение свет, тем более, что в темноте автомобиль, ну, никак не создать. Исполняет роль светлого двигателя образования заводчан «Рептип». Региональный институт передовых технологий и бизнеса. В следующем году его так же, как и автогигант в этом, ожидают юбилей. Правда, чуть скромнее – 45 лет. Об истории создания КАМАЗовского храма науки и его сегодняшней жизни Виктория Евсеева. Свою историю «Рептип» начинает в сентябре 75-го года. Тогда он носил название «Филиал института повышения квалификации». В то время в Челнах были возможности для обучения только начинающих специалистов в профучилище. А для уже опытных заводчан был открыт такой специальный филиал института. Только в 92-м году после перестройки он приобрел самостоятельность. Владимир Ильиченко был ректором в тот исторический для филиала период. В известном тогда европейском проекте технической помощи странам СНГ «ТАСИС» приняли участие КАМАЗовцы и выиграли грант. На эти деньги закупили новое оборудование. В начале своей жизни «Рептип» строился на знаниях заводчан. Это был инженерный корпус КАМАЗа. В основном НТЦ по техническому направлению, по финансам. Это все, что экономики – это соответствующие специалисты КАМАЗа. И сегодня преподаватели постоянно учатся сами, развиваясь вместе с КАМАЗом. Новыми знаниями они делятся не только сотрудниками КАМАЗа, но и других предприятий. Упор делается на практику. Для этого созданы специальные кабинеты, мастерские и лаборатории. Интересно. Во-первых, это все новое. Мы не объясняли нам, кто будет обучать. Вот здесь есть у вас в Татарстане, а у нас в Башкорстане нет. В «Рептипе» обучают сразу по нескольким направлениям. Бережливое производство, менеджмент производства, а также правильной эксплуатации КАМАЗов. Сейчас недостаточно получить знания в ВУЗе, прийти и сразу начать что-то делать. Потому что изменилось оборудование. Пока вы учились, уже что-то поменялось. Изменились требования, изменились правила производства какие-то. После обучения здесь выпускники «Рептиба» открывают рабочие проекты на своих предприятиях, чтобы новые знания сразу внедрять в процесс. Ежегодно более 7 тысяч студентов садятся за парты «Рептиба», включая приезжих из других городов и регионов. Виктория Евсеева, Радиганеев, Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа. Спорт и автомобили на одной волне. Накануне «Автоград» принял первую в истории спортакиаду профсоюза работников авто и сельхоз машиностроения страны. За звание самого спортивного завода сражались 7 команд. КАМАЗа, Автоваза, ГАЗа, Автозаводов Урал и УАЗ, Туймазинского завода автобетоновозов, а также сборная команда Ярославской области. Кто показал наивысший класс, расскажем в нашем репортаже. Всего в программу спортакиады вошла пятерка дисциплин. Минифутбол, волейбол, настольный теннис, дартс и перетягивание каната. Одним из самых зрелищных и эмоциональных стало сражение на поле футбольном. Сборные команды автозаводов даже в составе мини «Удар за ударом» доказывали, что победы достоин каждый. Дух захватывает, очень интересно, азарт, очень все нравится. Первый соперник попался не очень сильный. Хочется сыграть с КАМАЗом, посмотреть. Надеюсь, победим. Эмоции положительные, много команд приехало хороших. Но несмотря на бодрый старт КАМАЗа и разгром противника в первой же игре, лидером в мини-футболе стала команда «ГАЗ». Тем временем игра в мяч шла и в соседнем зале, правда, не ногами, а ракетками, в настольный теннис. Если в футболе для дам места не оказалось, здесь показать свою спортивную подготовку мог каждый. Главное дело – глаз наметать на шарик. И вообще все пойдет ровно. У нас в Тольятти очень много. Популяризируется этот вид спорта очень сильно. Соревнования постоянные. На первую в истории автозаводов «Спартакиаду» пришло немало болельщиков. Посмотреть, поддержать и зарядиться спортивной энергией. Такую возможность не упустили и высокие гости соревнований. Эти соревнования не только спортивные спорты. Это сближает, естественно, наши, видите, молодежь. Они будут общаться, дружить. Эта «Спартакиада» является первой «Спартакиадой» в современной России, когда профсоюз проводит. По итогам «Спартакиады» команда «КамАЗа» стала лучшей в волейболе в настольном теннисе и дартсе. Перетягивание каната выиграл «Урал». В общекомандном зачете абсолютными лидерами стали «КамАЗовцы». На втором месте команда «ГАЗа», на третьем – «АвтоВАЗ». Алсу Валеева, Виктория Евсеева, Радик Ганеев. Вести «КамАЗа». «Я город сердцем рисовал». Так называется выставка художников-оформителей, которые работали на «КамАЗе» в разные годы, а некоторые еще продолжают трудиться. Картины творцов можно посмотреть в центральной городской библиотеке. В день открытия художники и их друзья собрались вместе, чтобы пообщаться, порисовать и просто хорошо провести время, как в старые добрые времена. Кстати, примечательно, что последний раз такая встреча была 10 лет назад и приурочена была к 40-летию автогиганта. Эту встречу можно назвать «Встречей поколений». Здесь собрались художники-оформители, которые работали на автогиганте в разное время. Мероприятие проходило в дружеской, теплой атмосфере, ведь коллектив «КамАЗа» всегда был для всех большой семьей. Я работала художником-оформителем на «КамАЗе», на литейном заводе, на автосборочном, на кузнечном. Я многих художников знаю. Приглашение приняли 18 художников-оформителей, чьи работы сейчас украшают стены центральной городской библиотеки. На «КамАЗ» приехал в 1972 году, зимой, сразу после пограничных войск, после армии. В армии работал. Тоже художником-оформителем. Работал в военной газете, военным корреспондентом. По словам сотрудников библиотеки, заводчане настолько талантливы, что каждому из них можно открыть свою персональную выставку. Впрочем, это не исключено. Очень интересная работа. Они работают в разных техниках, с разными материалами. В завершении встречи художники-оформители получили памятные подарки от автогиганта. Все желающие могут полюбоваться картинами в Центральной городской библиотеке до 2 октября. Екатерина Романова, Эльмира Гайнудинова, Дмитрий Кравченко. Вести КамАЗа. Эта неделя на КамАЗе праздничная. Отмечаем День машинстроителя. Что, правда, не отменяет и задач ежедневных рабочих. О том, как пройдет эта неделя на автогиганте, мы расскажем 30 сентября в 18.00 на телеканале Челны ТВ. На этом мы, Людмила Трестман и Павел Михнов с вами прощаемся. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин